Неготовность Советского Союза к войне и ошибки сталинского руководства стали общей темой многих исторических исследований начального периода Великой Отечественной войны. Но так ли была беспомощна Красная Армия? А если нет, то почему целых два года она отступала под натиском немецко-фашистских войск? Об этом мой коллега Дмитрий Наумович поговорит с историком-краеведом Александром Петрушиным. Александр Антонович, доброе утро. Доброе утро. Точек зрения на происходившее в начальный период Великой Отечественной много. В советское время нам говорили, что вот это катастрофическое положение, в котором армия оказалась в июне 1941-го, связано в основном с неготовностью армии, с внезапностью нападения, с репрессиями. А сейчас есть мнение о том, что в принципе мы и количественно, и качественно не уступали вермахту. Вот кто здесь прав и почему мы все-таки, если по-спортивному говорить, пропустили удар? Все, что вы назвали, все это действительно присутствовало. Но главная причина вот такого неудачного начала Великой Отечественной войны заключалась в системе управления. Принятие единоличного решения, единоличных решений вождем советского народа Иосифа Миссарионовича Сталина, потому что он не верил. Считал, что невозможно, чтобы Германия воевала на два фронта и напала на Советский Союз. Давайте тогда сразу к Сталину перейдем. То есть есть правда в словах тех людей, кто говорит, что во многом Сталин виноват в том, что такое положение создалось, да еще и виноват вообще в том, что война началась. Правы ли они? В цепи события такая. 23 августа 1939 года был подписан сейчас известный пакт Риббентропа-Молотова. Это пакт на нападение в течение 10 лет. Сталин считал, что надо держаться как можно дальше и за два года, предполагалось, до 1942 года переоружить армию, оснастить ее более лучшими и подготовиться к войне. То есть к войне все равно готовились? Он не верил, что Гитлер, имея за спиной Англию и готовясь к нападению на острова, нападет еще и на СССР. В этом была его главная ошибка. И он ее потом признал. Ну а сам Гитлер, он-то нападая, на что надеялся? На то, что Красная Армия разбежится? Или на то, что действительно народ свергнет тирана и ему принесут победу на облечке с голубой каемочкой? Со стороны Гитлера это была, безусловно, авантюра, потому что, вступая в войну с таким государством, которое его превышало и по территории, и по численности населения, это было, естественно, безумие. Но Гитлер на то и был Гитлер, авантюрист. Он считал, что армия Красная действительно развалится, национальные республики разбегутся, и в конечном итоге Советский Союз капитулирует. Ну получается, что... Разведка и той, и другой стороны давала своему руководству, сейчас это ясно, достаточно объективную информацию. Другое дело, что решения по ним и та, и другая сторона принимали несоразмерно донесениями. Известно о том, что 16 июня 1941 года Сталину было доложено полное донесение информации о том, что Гитлер нападет вот в 20-х числах июня. Кстати, к этому имел отношение наш земляк, начальник политической разведки Павел Михайлович Фитин, уроженец Селутровска. Именно он доложил это. И известно, какую директиву наложил Сталин. Пошлите вашего источника к Е-матери. То есть отношение такое было. Он не верил донесениям. И у него тоже были основания, потому что эти даты назывались неоднократно. Кроме того, он считал, что его специально хотят втянуть в войну. Поэтому и был приказ не поддаваться на провокации. И даже когда уже началась война, и враг вторся в нашу территорию. Директива под названием 0-1 говорила отбросить, но не переходить государственную границу. Это снова ошибка. Роковая ошибка в системе управления нашим государством. Когда чрезмерная централизация парализует волю и решимость командиров высшего, главного и среднего звена. Видимо, с этим связано и то, что мы, как говорится, не смогли хотя бы числом задавить. Ведь известно, что у нас в одном киевском военном, особом военном округе было 8 мехкорпусов. В Белоруссии 6. Это почти 8, а то, может быть, 10 тысяч танков. И вот этой броней мы не смогли задавить, раскатать. Здесь причина в том, которую признал уже после войны, конечно, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Он прямо сказал, что немецкая армия, немцы были лучше подготовлены, лучше вооружены, лучше психологически были готовы к войне. У них лучше система взаимодействия. Поэтому решительным ударом мы проиграли и в тактическом отношении. Они сразу рассекли фронт, сразу мощным ударом. И система управления была потеряна. И началось поражение, началось отступление. Уже 28-го немцы вошли в Киев, в Минск. Тут и напрашивается вывод, что они-то воевали по-суворовски, не числом, а умением. Многие высказываются, что мы вообще всю войну воевали как-то не по-суворовски. Именно числом брали и завоевывали победителей. Хорошо, Дмитрий, сказали по-суворовски. Дело в том, что Александр Васильевич Суворов у нас традиционно людей не жалели. Кстати, сам Суворов, когда его спрашивали, как показать потери турков, он прямо говорит достойно. Да показывай больше, чего их, таких басурманов, жалеть. Поэтому людей у нас в исторические периоды нашей отечественной истории просто не жалели. Вот отсюда и причины наших глубоких поражений. Но научились с верой в победу. К концу войны-то мы все-таки, наверное, по-другому воевали. С верой в победе. Я, конечно, это ист, но считаю, что вот этот вот такой духовный посыл сыграл решающую роль. Кому верить? Мне немного книг, много передач, много. На кого ориентироваться-то? Каким историкам, каким исследователям? Верить себе, прежде всего, больше читать, сравнивать, думать, размышлять и делать правильные выводы. А вывод такой, несмотря на все, мы все-таки врага, который был, по словам Жукова, лучше подготовлен, лучше вооружен, лучше психологически готов к войне, победили. Вот вы сказали, придя на эфир, что это книга ваших белорусских коллег. Да, да. Вот как они пишут. Да, мы дружим, я дружу с белорусами и хочу сказать, что вот в Беларуси нет таких вот споров и противоречий. Там подошли к изучению истории Великой Отечественной войны очень толково, объективно, вдумчиво и сделали главный вывод. Главный победитель в войне не Сталин, а кто? Народ. Народ, получается. Народ. И поэтому все в Беларуси бережно сохраняется. И мне радостно о том, что там чтут и ухаживают за могилой наших земляков-тюменцев, которые пали в борьбе за освобождение Советского Союза и Беларуси. Александр Антонович, спасибо вам большое за столь интересные подробные ответы. Тем более, что это накануне такой большой, интересной и трагической даты День памяти и скорби. Поэтому мы их всех помним и знаем. Спасибо вам еще раз. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.